Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас. Сегодня среда, а значит, мы читаем вместе Евангелие. Мы читаем с вами сегодня дальше девятую главу от Луки. Будем читать о том, что происходило после преображения, после того, как Спаситель с учениками спустились с Фавора. Мы будем читать от 36 стиха до 43, и это будет у нас зачало 46. Для тех, кому трудно пока воспринимать церковно-славянский язык на слух, я советую взять текст в руки, следить глазами, или же читать вместе с нами параллельно Евангелие на русском. Быст же в прочий день, сшедшим им с горы, среди его народ мног. Исе, муж из народа, возопи глаголя. Учителю, молютеся, призри на сына моего, яку единородин ми есть. И се дух емлет его, и внезапо вопиет, и пружается с пенами, и едва отходит от него, сокрушая его. И молихся учеником твоим, да и жденут его, и невозмогоша. Отвечав же Иисус рече, о родине верной и развращенной, доколе буду в вас и терплю вы. Приведи ми сына твоего сему. Ище же грядущу ему, повержи его без и стресе. Запрети же Иисус духове нечистому, и исцели отрока, и вдаде его отцу его. Дивляху си же вси, о величии Божии. Вот этот момент исцеления бесноватого отрока подробнее описывается у евангелиста Марка. Подробнее всех, да, с деталями, такими очень красочными, яркими моментами. И у евангелиста Матфея Лука дает нам весьма такое скупое содержание. Он как врач просто здесь конспектирует для нас исцеление, да, не описывая подробностей. Свидетелями, которым он быть и не мог, мы знаем с вами, что евангелист Лука писал свое Евангелие. Он не был очевидцем, писал со слов учеников, да. А вот апостол Матфей, например, был свидетелем этого чуда. Он мог быть среди вот тех учеников, которые стояли как раз внизу и не смогли исцелить отрока. Поэтому у Матфея, а также у Марка, который просто вообще в Евангелии стремится, хоть и не был очевидцем, но описывать все очень ярко, очень колоритно, можно сказать, кинематографично. Вот у них есть подробности, которые дают нам большее ощущение этого места. И те толкования, на которых мы будем с вами сегодня базироваться, это толкования именно на Евангелие от Матфея и Марка, у Иоанна Златоуста, у священномученика Георгия Лебедева, у других, у Феофилакта Болгарского того же. И вот какие здесь важные точки можем мы с вами заметить, и о чем можем очень-очень глубоко задуматься, читая этот евангельский отрывок. Этот отрывок вообще о вере. И когда Христос спускается с фавора, это вот, собственно говоря, вообще символ пришествия Христа в нашу жизнь, да? Пришествие Христа в нашу жизнь для испытания нашей веры, фактически, можно так сказать. Вот Господь был сейчас в славе, да, на фаворе. Он спускается и видит обыкновенную картину нашей человеческой жизни. Картину настолько привычную, да, что мы с вами даже можем из своей собственной жизни вспомнить подобные картины. У кого-то горе, у кого-то беда, ну, допустим, случилась авария, кого-то сбила машина, или какие-то люди сильно там подрались на улице, да, или еще что-то, какая-то беда приключилась, или у какого-то больного человек случился приступ, и собирается вокруг толпа зевак. Люди, которые не из сострадания хотят посмотреть, да, что произошло из обычного, пустого любопытства, так, в общем-то, присущего любой абсолютно толпе, в любой абсолютно стране мира. И вот люди глядят, и что мы видим? Здесь есть участники событий. Это отец, мальчик, сын, ну, мы не знаем, сколько ему лет, и в ангелисты нам не уточняют, отрок, значит, может быть, он подросток, да, может быть, чуть младше, и ученики Христа. И вот у Марка есть подробности, да, о том, что вот эти споры, которые Господь спустился и видел толпу и спорящих людей, иживленно обсуждающих. Споры эти велись между книжниками, то есть это были учителя Израилева, люди, которые с детства занимались изучением закона великолепно, знали закон, да, то есть Ветхий Завет. И вот они о чем-то бурно очень разговаривают. И когда Господь подходит и говорит, о чем вы спорите, выходит один из книжников и говорит, приведу их сына моего. То есть этот мальчик, этот отрок был не просто мальчик, он был сын одного из учителей Израилевых, одного из книжников, то есть человека, который, ну, по нашим представлениям, с вами должен иметь был бы большую веру в Бога, да, зная весь закон, зная так отлично все священное писание, уж он-то должен был отличаться большой верой. И между тем мы наблюдаем здесь, что как раз-таки веры-то у него и нет. Именно об этом свидетельствует его просьба ко Христу. Он не говорит, исцели отрока моего. Он говорит, если можешь что-то сделать, то помоги. И вот что интересно, здесь можно представить себе, что сын и отец – это собирательные образы. Тогда все, что дальше будет происходить, будет иметь для нас с вами гораздо более серьезное значение, более близкое нам, каждому вот, да, христианину живущему. Отец – это образ одного из толпы. Это образ просто, собственно говоря, человека, любого. Здесь даже не имеет такого большого значения, кем он был. Сын – это тоже собирательный образ. Это сын толпы, один из народа. Разница только в том, что, хотя и отец, и сын – оба из толпы, но отцу даны некоторые знания. Он, скажем так, является некой элитой этой толпы, потому что он человек духовный, ему открыты какие-то знания те, которые толпе не открыты. Толпа – это вообще всегда масса, как вы знаете, управляемая, и редко происходит глубокое проникновение, изучение чего-либо толпой. Ну, понятно, что нет. И вот, соответственно, этот отец, как ученый-представитель толпы, мнит себя сведущим, мнит себя всезнающим, мнит себя верующим. И поэтому он с таким скептицизмом, и даже не только со скептицизмом, но даже с обвинениями подступает, с претензиями, очень дерзновенно подступает ко Христу, обвиняя его учеников в том, что они не смогли сделать этого чуда. И как бы обращается с таким некоим, ну, как на равных с таким вызовом, что ли. Ну, если ты можешь чем-то помочь, помоги моему сыну. То есть это не смиренная просьба веры, это вызов, это своего рода горделивое, такое очень пренебрежительное, скажем так, отношение ко Христу, как к равному праведнику. Вот так многие святые отцы здесь видят такой момент, что как будто бы он обращается к нему как к кровне, ко Христу. Ну вот твои ученики не смогли, я тоже все средства исчерпал, не знаю, чем помочь. Ну, может быть, ты можешь чем-то помочь. Да, то есть он не признает в нем Бога, не признает в нем даже хотя бы пророка выше себя. Но действительно, сведущие люди из толпы, они никогда не считают, что кто-то есть выше их. Они всегда считают, что они знают лучше других. Что же представляет собой сын? Сын толпы, собственно говоря, вот таким сын толпы и должен быть одержимым духами злобы. Потому что в толпе нет свободного мышления, в толпе нет веры, в толпе нет индивидуальности, личности. Толпа – это всегда подчинение, подчинение какому-то лидеру, подчинение какой-то системе, ну чему хотите. И, соответственно, вот этим часто очень пользуются бесы. Они как раз-таки в этом находят очень комфортную зону для того, чтобы людьми управлять. Ну и мы с вами примеров этому видим полно ежедневно, можно не уточнять. Каждый что-то свое себе уже наверняка представил, да, из нашей повседневной, опять же, жизни. И вот, соответственно, этот несчастный мальчик с детства, при том, что рост он в семье, простите, книжника, то есть человека, казалось бы, верующего, и который должен был знать, ну просто все про все, да, и знать и законы, как не грешить, и как жить чисто. И мальчик с детства был одержим дьяволом, то есть это страшнейшее состояние, такое себе даже представить страшно, как мучился этот несчастный отрок, да, и отец его, вероятно, искал средства помочь ему, может быть, обращался к другим раввинам, может быть, обращался к врачам, может быть, обращался к священникам в храме, но нигде, нигде, нигде он не находил никакой помощи. Как же так? Ну, как же он, как верующий человек, считающий себя верующим, я имею в виду принадлежащий к верующим, да, и нигде не мог найти способа исцелить своего сына? Дело в том, что у него не было самого главного, у этого отца, у него не было, собственно, веры. И если нет веры, то, собственно, принять благодать Божию нечем, только вера раскрывает нас к принятию благодати Божией, к принятию силы божественного действия. И вот здесь мы этот пример с вами и видим. Ученики не смогли исцелить. Если можешь, помоги, на что Христос говорит ему, все возможно верующему, да, веришь ли ты, что я могу помочь? И тут этот всеведущий представитель толпы, книжник, он как будто просыпается, у него открываются глаза. Так вот, оказывается, где ключик, которым можно открыть эту дверку? Веруешь ли ты? Если веруешь, все возможно. Ты веруешь? И услышав это, еще и от божественной личности, такой как Христос, потому что по человечеству своему Христос, мы знаем, очень сильно впечатлял людей своим чистым взглядом, своей вот той, тем духом, который исходил от его личности, да, как сейчас скажут люди не церковным языком, от той ауры, которая его окружала, да. И он пробудился и со слезами говорит, веруй, Господи, помоги моему неверию. Он признается, он исповедует перед Христом, что он не верует, но он хочет верить. Верую, помоги моему неверию. То есть вот я сейчас проявляю веру, капелечку, да, из себя, что есть, не достает этой веры для чуда, ты восполни, ты добавь то, чего не хватает у меня. И вот отрок исцелен, да, и мы видим с вами исцеление этого несчастного мальчика. И, конечно, надо полагать, огромные перемены последовали в жизни его семьи, его отца, нет сомнения, что он стал впоследствии учеником Христа и принял его как Господа и Спасителя. И дальше вот у Луки этого нету момента, этот момент есть у Марка и у Матфея. Господь упрекает учеников, даже не то, что упрекает, скорее, можно сказать так, объясняет им, почему у них не получилось исцеление. Они спрашивают Христа, почему мы не смогли исцелить его, при том спрашивают на единение, потому что они стеснялись своего поражения перед толпой, и так их поражение было явно. Они не хотели беседовать на тонкие темы при других людях, они хотели наедине сокровенно спросить у Господа, почему им не удалось исцелить, ведь надо полагать, что они желали этого и испытывали искреннее сострадание, не сожаление к этому несчастному юноше или отроку. И вот Господь говорит им, по неверию вашему, если бы имели вы веру, как зерно горчичное, с которым вырастает огромное дерево, если бы имели вы веру, вы могли бы горы передвигать, то есть все возможно верующему. И вот в этот момент Христос, возможно, очередной раз в Евангелии зарождает в них веру, как пишет Иоанн Златоуст, те из них, которые даже не имели веру с зерно горчичное, такую даже крупиночку не имели, в этот момент получили просто источник веры в своем сердце, с которого потом потекут реки, потому что апостолы очень многих исцеляли и воскрешали. То есть что мы здесь видим? Что когда не хватает веры у нас, то вместо нашей веры встает вера тех, кто рядом с нами, тех, кто молится за нас, тех, кто ходатайствует за нас пред Богом. Здесь вера и чудотворцев, здесь вера и простых священников, которые нас окружают. Мы просим, батюшка, помолитесь за моего сына или за мою дочь. Если не хватает нашей веры, то хватает веры их, и Господь ее принимает. И как мы знаем свидетельство из священного писания иногда, за эту веру Господь происходит чудо. Хотя сам человек, которому нужна помощь, может веры и не иметь. Настолько он порабощен злом, настолько душа его уже в плену находится, что у него самого даже веры уже и не осталось. Но что интересно, здесь еще есть такой интересный момент, тоже очень для нас поучительный. Часто мы прибегаем к помощи Божией, мы прибегаем ко Христу, прибегаем к церкви. Именно вот так же, как этот Отец, исчерпав уже все абсолютно, абсолютно все ресурсы, и прибегаем не с твердой верой. Ну, ничего не помогло, ну, может, это хоть поможет. И потом люди удивляются, да, надо же, вот и церковь не помогла, вот и Бог не помог. Причина только в одном, что мы поставили это в одном ряду со всеми другими средствами. То есть у нас не было сильного упования, мы не положили это в основу. То есть надо было с этого начинать, а не этим заканчивать. То есть начинать именно с обращения к Богу, и тогда Бог благословил бы и другие средства, которыми мы пользовались бы для того, чтобы избежать, допустим, достичь исцеления в болезни, как верующие люди делают. Они сперва не к врачам бегут, а исповедуются, причащаются, умоляют Господа о помощи, потом уже идут к врачам, и, соответственно, получается, что Господь благословляет руки врачей и вкладывает врачам в ум, как помочь правильнее человеку и так далее. То есть уже все запускается, механизм как бы по-другому. Когда же человек исчерпывает все средства, а к церкви приходят уже в самом конце своего пути, и то без особой надежды, ну, еще одно, ну, авось поможет, может быть, хоть это поможет, а вдруг поможет, ну, не поможет, ладно, уж все равно мне помирать, ну, а вдруг все-таки. Это, конечно, ну, понимаем мы с вами, что это, конечно, неправильно, и из-за этого именно и бывают большие потом разочарования. И вот такой удивительный случай мы с вами вот о нем сегодня читали в Евангелии, такой удивительный пример веры для нас, и пример, как молиться, если веры у нас не хватает. «Верую Господи, помоги моему неверию». Ведь часто Христос требует от нас хотя бы желание веры, да, стремление уверовать. Господь и намерение целует, да, как мы с вами слышим на Пасху в послании Иоанна Златоуста. Ну, вот, пожалуй, на сегодня это все. В следующую среду даст Бог мы продолжим с вами читать Евангелие. Я с вами прощаюсь. Желаю вам помощи Божией во всех ваших делах. Всего самого-самого хорошего.